Устойчивость и разновесие механической системы Давайте сразу запишем Положение равновесия механической системы Записывайте Положение равновесия механической системы Будем называть устойчивым Если для любого Как угодно Малого эпсилон больше нуля Наперед заданного Существует такое дельта Вы чувствуете, что это нечто вроде Определения предела Вы только что проходили на первый курс Существует такое дельта Что Если начальное отклонение Механической системы От положения равновесия Обозначим У Нет, у нас У была У маленькая Чтобы было понятно, что это не потенциал Если начальное отклонение У Ну, от нолика, значит, нулевое время Будет меньше дельта То Во все последующие Что все последующие отклонения У от Т А теперь уже Пишем время Т Это существенно Будет меньше Эпсил Для любого Т Для любого Т Для любого Т Итак, повторю Значит, у нас положение Равновесия Механической системы Будем называть устойчивым Если для любого Как угодно малого Эпсилон Больше нуля Наперед заданного Всегда можно подобрать То есть существует дельта Такое, что Если начальное отклонение Меньше дельта То во все последующие Времена Отклонение будет Меньше вот этого Эпсилон Меньше эпсилон Вот такое состояние Будем называть устойчивым Ну, это называется Устойчивость полипунову Запишите Устойчивость полипунову Или еще говорят Устойчивость на бесконечном Интервале времени Ну, я не хочу сейчас Отвлекаться на устойчивость На конечном интервале времени Но Должен вам немножечко Так сказать Раскрыть глаза На это определение Устойчивости Классическое Оно пользуется Практическими инженерами Ну, у него есть один недостаток То, что устойчивость На бесконечном интервале времени Это чтобы проверить Устойчиво или неустойчиво Вот надо выполнить вот этот маленький пустяк Любого времени Это что, бесконечно долго ждать Вот мы взяли, отклонили Решили проверить экспериментальную устойчивость Взяли механическую систему Отклонили На маленькую величину Выбрали эпсилон, выбрали дельта Отклонили И вот ждем Система отклоняется все больше и больше Пока еще меньше, чем эпсилон Прошло год, два, три, десять Это что ж, надо теперь тысячи лет ждать Чтобы дождаться все-таки превысить Эпсилон или не превысить эпсилон Но в таких случаях, конечно Имеются какие-то математические формулы Из которых ясно Если экспонента она будет убывать То она уж точно будет меньше эпсилон Или возрастать, иметь асимптоту Если мы увидим наличие асимптоты То там все будет в порядке И так была устойчивость Механической системы По Люпунову Есть еще в этой же теме Такая теорема Называется теорема Лагранжа-Дерихле Мне кажется, Дерихле у вас тоже знакомая фамилия У вас был ряд Дерихле, наверное По математическому анализу Так вот, теорема Лагранжа-Дерихле Напишите Достаточный критерий Устойчивости механической системы Он относится к консервативным системам То есть для систем В которых существует потенциал Поля сил Если потенциал существует То теорема Лагранжа-Дерихле Имеет право на существование Звучит она приблизительно так Если Потенциальная энергия В положении равновесия Имеет строгий минимум Если потенциальная энергия Механической системы В положении равновесия Имеет строгий минимум То такое положение равновесия Будет устойчивым Да, здесь, да?